Руководство милиции не сделало ничего, чтобы укрепить блокпосты. Хотя накануне на координационном совете при главе обл. администрации было принято решение по их усилению. Ответственность возложили на начальника областной милиции Петра Луцюка. Но полковник выполнять поручения не спешит и вообще хочет устранить активистов от охраны порядка. Вместо того, чтобы укреплять блокпосты, главный милиционер области объявил гражданских активистов провокаторами. Глава люстрационного комитета Егор Соболев обещает, сделает все, чтобы побыстрее сменить руководство Одесской областной милиции. Почему начальник милиции в очень неспокойное для Одессы время отказывается от помощи граждан, я не знаю, чем это объяснить. Там, где милиция сама в себе, она очень часто предает и граждан, и государство, и профессиональную честь. Люстрационный комитет только начинает работу. О его создании заявили на Майдане еще в конце февраля. Но до сих пор нет ни одного закона, регулирующего его деятельность. Несмотря на это, люстраторы уже приступили к выполнению своих обязанностей. Пока как волонтеры. Это большое преимущество, и мы гораздо сильнее, как общественная сила, чем если бы мы сели в кабинете министров или в администрации президента и оттуда пытались очищать власть изнутри. Судебная система, по мнению активистов, самая прогнившая и коррумпированная. Очищать Украину начнут именно с нее. Люстраторы хотят создать настоящий высший совет юстиции и высшую квалификационную комиссию судей. Новых служителей Фемиды и милиционеров будет выбирать общественность. Так власть и народ хотят поменять местами.